Пусть а и n натуральные числа, а больше не тянется. Докажем, что функция Эйлера от а в степени n-1 делится на n. Другими словами, что количество правильно сократимых дробей с знаменателем а в степени n-1 делится на n. Нас интересуют вот такие вот дроби, где наибольший общий длитель числа К и числа А в степени n-1 равен единице. Ну, это, казалось, крайне простое. Берем произвольное такое число К. И по модулю А в степени n-1, смотрите, К умножаем на А, на А в квадрате, и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то момент умножаем на А в степени n. Но это будет одно и то же, потому что А в степени n сравнимо с единицей по модулю А в степени n-1. Но, смотрите, длина этого цикла равна n, и все разные. Потому что, если бы вдруг случилось, что А в какой-то там степени умножить на k было бы сравнимо с А в другой степени, то разность делилась бы на А в n-1, а что это такое? Это А в степени s умножить на А в степени r-1 умножить на k. k взаимно просто, поэтому оно ни при чем. a взаимно просто с разностью А в n, поэтому оно тоже ни при чем. А r маленькая, меньше чем n, поэтому ничего не получается. Значит, все эти числа разные, и получается, что цикл состоит ровно из n чисел. Ну, все разбиваются на такие циклы, каждый длиной n, значит, действительно, мы доказали вот этот факт. Между прочим, можно то же самое сказать, может быть, чуть-чуть на более понятном школьнику языке. А именно, сказать, что запишем все в системе числения с основанием А. И после этого будем, что называется, прокручивать числитель каждой дроби. То есть в числителе стоят n знаков, но при этом можно на ноль начинаться, так, чтобы в системе числений с основанием А получилось бы число взаимно простое. С А в степени n-1. Ну и дальше надо доказать, что при прокручивании мы получаем n разных чисел. На самом деле, значит, стало то же самое, что говорить про этот цикл.